Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Швейцария уже более 20 лет является одним из наших основных партнеров по развитию, сообщила в соцсетях глава государства по итогам встречи. По ее словам, стороны обсудили в качестве приоритетов необходимость подписания соглашения о социальной защите, увеличение объема торговли, налаживание партнерских отношений между местными публичными властями и возможность признания сертификатов о вакцинации против COVID-19, выданных в РМ. Добавим, что исполняющий обязанности председателя ПАС Игорь Гроссу утверждает, что парламент Республики Молдова должен начать пленарное заседание не позднее 10 августа. При этом он отметил, что в будущем правительстве будут люди из команды Натальи Гаврилицы, правительство о главе с которой не было утверждено. Заявления прозвучали во время передачи «Панкталпи Азии» на канале ТВР Молдова, пишет Юнимедиа.Инфо. «Сегодня у нас была дискуссия в партии, и мы пытались составить расписание, пока только наметки. Это уже зависит от того, сколько субъектов будут бороться и сколько апелляций дойдет до Центральной избирательной комиссии, а затем АП. Ясно одно – парламент должен заработать не позднее, чем через месяц после дня выборов, то есть 10 августа», – заявил Гроссу. «Мы ждем момента, когда парламент заработает, состоятся консультации фракций. В будущем правительстве будут люди, которые были в составе правительства Натальи Гаврилицы, но будут и новые имена», – сказал Гроссу. Также Гроссу разочарован деятельностью Александра Стояногло в Генпрокуратуре и заявляет, что будет проведена серьезная оценка прокуроров, а также внесены изменения в закон о прокуратуре. Гроссу заявил, что возлагал большие надежды с момента назначения Стояногло, но не видит большого прогресса, особенно в резонансных делах. «Я могу вам сказать только одно. Мы возлагали очень большие надежды на ГП. Сначала потребовалось время, чтобы приспособиться, дел много, они перегружены и так далее. У всех было законное, оправданное ожидание. Ждали прогресса в резонансных делах, чтобы люди понимали, что больше воры не смогут спать спокойно, если прокуратура делает свое дело. Я, по моему личному мнению, особого прогресса не заметил. Да, они скажут, что судьи тоже виноваты, но они, прокуроры, несут ответственность за качество доказательств», – заключил лидер ПАС. Игорь Гроссу также отметил, что деятельность и активы прокуратуры будут оценены, а также будут внесены изменения в закон о прокуратуре. Другими словами, у нас будет очень серьезная оценка работы. Мы внесем изменения в закон о прокуратуре, чтобы на законных основаниях могли оценивать работу прокуроров, их активы, какие дела они расследовали. Это должно стать хорошим сигналом для хороших прокуроров. Потому что в системе есть хорошие прокуроры и судьи. Значит, они должны быть идентифицированы. Должны быть созданы условия. Уточнил лидер ПАС. На вопрос об увольнении Александра Стояногло Игорь Гроссу заявил, «Никто не назначается на эту должность пожизненно. У нас будут серьезные обсуждения со всеми, кто возглавлял институты, которые боролись с коррупцией». Более того, лидер ПАС также уточнил, что будет реформирован национальный антикоррупционный центр, а антикоррупционная прокуратура будет преобразована по модели румынской ДНР. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!